Скажите, пожалуйста, вы пойдете голосовать за поправки Конституции? Скорее всего, да. А вы со всеми поправками ознакомились или только с теми, которые на слуху? Которые слышала только. Вы пойдете голосовать за поправки Конституции? Будет время, обязательно пойду. Вы пойдете голосовать за поправки Конституции? Да, конечно, совершенно верно. Я пойду, потому что это наша жизнь, мой выбор. Я бы хотел бы сходить. Да, совершенно верно. А вы ознакомились со всеми поправками или только с теми, которые на слуху? Пока только предварительно сталкивался, совсем еще не ознакомился, но хотел бы ознакомиться и заниматься, ну и принять свое решение. Вы пойдете голосовать за поправки Конституции? Ну, не знаю. Вы пойдете голосовать за поправки Конституции? Да, конечно. А вы ознакомились со всеми поправками? Нет, еще не ознакомились, но я думаю, там будет короткий перечень изменений, скорее всего. А что туда ходить голосовать, если оно уже все за нас решено? Пойти-то мы пойдем, конечно. А вы ознакомились с поправками или только с теми, которые на слуху? Ну, как мы? Ни с чем мы не… Единственное только то, что по телевизору смотрим, говорят, и мы это слушаем. А так мечтали. Вы пойдете голосовать за поправки Конституции? Нет. Почему? Ну, там без нас выберут. Вы пойдете голосовать за поправки Конституции? Обязательно. А вы ознакомились со всеми поправками или только с теми, которые на слуху? Которые нас интересуют и ознакомились. Но голосовать обязательно пойдем. Как это так? Мы жители страны нашей. Вы пойдете голосовать за поправки Конституции? Нет. К сожалению, работаю. И с работы не отпустится. Вы пойдете голосовать за поправки Конституции? Обязательно. А вы ознакомились со всеми поправками? А вот это мы собираемся почитать, что включено в поправки. Потому что по телевидению 1, 2, 5, 10. А что на самом деле? Что будет включено в Конституцию? Так будем говорить. Что? Где взять список?